Друзья, всем привет! От всей души поздравляю всех с большим праздником, Днём Любви, Семьи и Верности. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, наверное. Счастья в каждый дом. А я сейчас сначала прокачусь на море, хочу побывать сегодня на море, отдохнуть давно не была. И потом, возможно, посмотрю, какие у нас сегодня гуляния в городе и постараюсь показать вам. Я надеюсь, по крайней мере, на них попасть. У нас сегодня замечательная погода, солнышко и ветерок обдувает. Это очень здорово, потому что и гулять хорошо, и отдыхать хорошо. Вообще, в общем, красота. Есть очень маленький город, и нас уже стали узнавать на улице. Слава Богу, что добрые люди узнают и подходят. Вот как красиво, цветок. Вот, вчера мужа узнал, моя подписчица. Оленька, привет передан, тебе тоже передаю взаимный привет. Очень приятно. Вообще, когда люди с добром, мы только рады. Рады и общаться, и дружить, и помогать друг другу. Вот, поэтому, в общем, всем моим хорошим и добрым подписчикам, всем привет. Сколько народу. Походу, приехали отдыхающие. Ого. То ли я в час пик пришла. Очень много людей. Очень много народу. Очень. На ватрушках, на бананах катают. Море чуть-чуть прохладненько такое. Ну, чистое, как слеза. Купаться прям вообще супер. Вон, сколько там, видите, бананов, ватрушек. Вон, банан поехал. У них прям как на автобус очередь. Народу много очень катается. Вон, один едет, второй едет. Ватрушки, все постоянно занято. Видимо, кораблики вдалеке. Вон, вон. Орешки ем. Писташки. Вкусно. Огромно. Ой. Хочу вам передать. Хорошее солнечное настроение. Настроение отдыха. Солнышко. Неба голубого. Смотрите, как здорово. Всем отдыхающим приятного отдыха, друзья. С тем, кто едет. Ярких впечатлений. Лето должно быть летом. Всем всего хорошего, друзья. Немного шум волн. Для релакса. Ребятишки на берегу купаются. Народу сегодня очень много. Очень, очень, очень. Все. Видим, мой сезон в самом-самом разгаре. И сейчас время самое такое, купальня. Время 12 час. Еще немножко покупаюсь. Надо будет убираться. Потом уже все. Можно обгореть. Или тепловой удар получите. Ой, как здорово. Пойду еще покупаюсь. Ноги не удалось помыть сегодня. Очередь огромная. Вот, друзья, столько много дыхающих вообще. Так здорово. Не знаю, мне нравится, когда много народу на курорте. Курорты для того и создано, чтобы сюда люди приезжали, с детками отдыхали, сами отдыхали. Все здорово. Но вот самые умные, как и я, в общем-то, уже сматываются домой. Потому что время уже 12, и на солнце находиться уже опасно. Вот, поэтому я домой. Смотрите, как много народу. Очень много. И коктейли, и шурма. Вот этого, кстати, не было, открылось. Шурма, бургеры, да. Вот этого не было. В кафешке еще открылось. Здесь шурма, здесь вкусняшки. Вах, красота. Друзья, не удастся мне сегодня вам праздник заснять. Ну, гуляния начнутся в 5 вечера, а я работаю. Вот, поэтому, к сожалению, не покажу я вам, как у нас здесь гуляют. А гуляют вообще здорово. Казачьи какие-то песни, возможно, будут. Потому что на 9 мая очень хороший был парад. Вот. И вообще здесь празднуют. Ну, празднования уже начались 6 числа. Но я была занята поиском работы. И вот я ее нашла, кстати. Всем огромное спасибо за пожелания. Все хорошо сложилось. Я довольно счастлива. Вот. Ну, озвучивать не буду, куда. Только еще только начала работать. Вот. Не хочу сглазить. Пусть будет все хорошо у меня. И у вас тоже. Я уже приехала с пляжика в городе. И так здорово. Здесь автобусы останавливаются там, где просишь. Например, если вы не успели на него и стоите где-то между установками, можно махнуть, и он остановится. Я не знаю, насколько это законно. Но лично мне это очень сильно нравится. Вот. Ой, какая у нас жаришка. Красотишка. Мотоциклы. Ой, друзья, пока вот иду, что хотела рассказать. Все больше задаете вопросов на тему работы. Поскольку у меня там несколько роликов уже по этому поводу. Вот. Сложно здесь работать. Найти ее можно. Она есть, но, как мы уже не раз говорили, не рассчитывайте на какие-то высокие зарплаты. Если у вас какие-то были должности, возможно, о них нужно будет забыть. Ехав сюда на ПМЖ, нужно понимать, что, возможно, вы не будете работать по той профессии, на которой вы работали. Ну, нет ее здесь просто. Вот. Либо уже все должности эти заняты. Кем вы там работали. Здесь, как в любом городе, хорошие работы разбираются быстро. Поэтому, в общем, думайте. Мы как бы знали об этом. То есть мы ехали, мы знали, что здесь низкий уровень зарплат. Но что он настолько будет низким, я не думала. Но это, опять же, я хочу сказать про зарплаты для женщин. Вот. И плюс к всему, учитывайте, что график. Опять повторюсь, здесь такой график, особенно летом. Тут переходят все в такой напряженный режим работы. Все зарабатывают деньги. Вот. И правильно у меня муж говорил несколько раз. Не путайте отдых с туризмом. То есть, переезжая на море, мы тоже думали, что мы приедем, будем купаться, сгорать, да еще и живем на берегу, может сказать, моря. Да? Потому что тут море вокруг в Ейске. Но это не так. Нужно много, много работать. Вот. Графики здесь такие, как я их называю, адские. Вот. Муж у меня работает, например, по 6 дней в неделю, по 12 часов. Вот. Стараемся заработать, чтобы период, когда не будет сезона, спокойно, хорошо перенести в достатке, как говорится. Вот. И также женская часть населения то же самое. Работает, не покладая рук. Поэтому на море вырваться, вот как я сейчас в перерыве между работой съездила, часик-полтора покупалась, позагорала и бегом назад. Вот. То есть, графики вот такие. Поэтому все взвешивайте, все учитывайте, чтобы не было разочарования потом. Вот. Чтобы были готовы к этому. Но мы как-то вот сразу, мы знали о небольших зарплатах. Да и у нас в городе тоже зарплата маленькая. Собственно говоря. Нет, кому-то везет, конечно. Кто-то и помного зарабатывает, как везде, наверное. Вот. Поэтому мы как-то более спокойно к этому отнеслись. Единственное, что вот я так вот не готова была, скажем, к таким графикам. Но опять же, эти графики на лето. А потом все стаканится, успокоится. И мы будем гулять по берегу моря, когда все уедут. Отдыхать. Дышать свежим морским воздухом. Нам написали лиман застывает зимой. Можно ходить по морю, можно сказать. Вот. в общем, думайте, друзья. Думайте. Решать только вам. Это я говорю как бы по факту, да. Говорю вам свою правду. Ну, как бы правду. И хочется донести до людей, особенно мечтающих переехать сюда и кто еще не на пенсии. Вот. Что и ситуация такова. Я специально начала ну, как бы стала показывать вот эти ролики, чтобы на своем опыте показать людям, рассказать, чтобы имели представление вот не только о городе, но и о каких-то нюансах, о трудностях. Буду говорить все как есть. Вот. Чуть-чуть вас окуну в атмосферу жизни есть. Вчера заходила в агрокомплекс. Ну, ничего так, магазинчик. Правда, там натуральные продукты. Это, знаете, как в Америке органик, так и здесь тоже. Выручено на фермах. Такое все настоящее, натуральное, без химии. Друзья, я надеюсь, мы ответили на ваши вопросы. Вот. И что касаемо Ейска, ну, могу сказать, наверное, вот знаете, коротко, да, почему мы выбрали. Потому что на берегу моря, пусть это и Токонродский залив, для нас это море. Потому что экология, потому что здесь есть какая-никакая работа. и здесь более сухой климат, в отличие от Анапы, Геленджика, Новороссийска. Вот. Меньше влажность. И поэтому здесь жара переносится легче. То есть вот такие вот, наверное, основные критерии выпали у нас на выбор Ейска. Ну, и плюс к всему, я говорю, решение пришло мгновенно. Нам очень сильно нравится этот город. Кто что любит, как говорится, кто любит шумные города, едут Новороссийск за более большими зарплатами. Вот. Там кто помоложе. А нам и здесь хорошо. Мы хотим свой век тут дожить. Ну, смотрите, какая красота, как светит все. Я сейчас иду, как будто петушки по дворе поют. Так здорово. Прямо по-деревенски. Красота. Нравится мне очень эта часть города. Тут частный сектор. Впереди вон там Воронцовская усадьба. Я вам показывала ее два раза уже. Вот эти валуны меня никогда не перестанут удивлять своей красотой и необычностью. Вот. Очень нравится. Здесь так не знаю, своя какая-то атмосфера, что ли. Здорово. Ну, потому что все новое, все современное, наверное. Поэтому тротуарчики, видите, какие хорошие. Друзья, еще хочу сказать, поскольку я теперь работаю, вот, работа у меня шестидневка будет, а ролики будут, скорее всего, выходить пореже. Вот как-то так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!